...музыкальную композицию по небольшим рассказам-миниатюрам Феликса Кривина. Феликс Кривин — это советский, украинский, еврейский писатель, который так образно через предметы интерьера, через какие-то недушевленные предметы переносит межличностные отношения, мужчины и женщины, какие-то важные истории о любви, о дружбе, о вере. Вот на взаимоотношения таких предметов, например, как форточка, шкатулка, пуговка, пиджак. Вот почему полусказки? Потому что если бутылку судят за пьянство, то это никак, конечно, правды не назовешь. Но если при ближайшем рассмотрении на бутылку посмотреть, и она окажется невинной, то, в принципе, здесь, в общем-то, все похоже и на правду. Пуговка лезет в петлю? Да, это правда. Но пуговка лезет в петлю от несчастной любви? Вы скажете, нет, нет, это не правда. Но разве в жизни не бывает несчастной любви? И кто ее по молодости лет в юности не испытывал? И это уже похоже на правду. Поэтому здесь очень тонкая грань. Итак, друзья, Феликс Кривин, полусказки. Любовь выклянчивает наивность, что на беду обречена. Любовь, она и есть взаимность, но до чего ж она редка. Любовь свободна, как стихия, она смела, вольна, горда. Не попрошайка, не рабыня, но милосердно и добра. Любопытная ветреная форточка выглянула в окно. Интересно, а по какому-то там сохнет простыня? И увидела такую картину. По двору, ломая ветви деревьев и отживая штукатурку со стен, летал большой футбольный мяч. Ух, мяч был в ударе! И форточка невольно залюбовалась им. Какая красота, думала она. Какая сила! Форточкину очень хотелось познакомиться с мячом. Но он все, летал, 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 летал. И никакие знакомства его, по-видимому, не интересовали. Фух. Налетавшись до упаду, мяч немного отдохнул. Ну, пока судья разнимал двух затравшихся полузащитников. А потом он рванул с земли и влетел прямо в опрокинутую бочку, которая здесь заменяла вороны. Фух, это было, ну, очень здорово! И форточка прямо, ва-а-а, содрогнулась от восторга. Она хлопала так громко, что мяч, наконец-таки, ее заметил. Привыкший к легким победам, он небрежно подлетел к форточке и... Встреча состоялась чуточку раньше, чем успел прибежать дворник. Главный судья этого состязания. Потом все ругали мяч и жалели форточку, которая таким нелепым образом была разбита жизнью. Но на следующий день мяч опять летал по двору. И уже другая ветреная форточка громко хлопала ему и с нетерпением ждала встречи. Анастасия Горжева «Форточка». Зреет лето, и падают вишни, рассыпаясь в зеленой траве. Ветки тянутся выше и выше, дальше небо в своей синеве. Вишни робко стучатся в окошко, пряча в листьях ассон субака. И, качаясь на тоненьких ножках, вдруг срываются вниз с высока. Маргарита Рыжикова «Листик и вишенка». Анастасия Горжева «Форточка» Анастасия Горжева «Форточка» «Сгляни в окно. Ты видишь, один лист кружит зеленый. Последний лист. Сейчас он желтый, а как будто бы зеленый. И тогда он не кружился по свету, сидел на своей ветке. Я был с молодой Рыжикой, который он любил всем сердцем. Старый Гуляка Ветер часто говорил, пойдем, побродим по свету. Всюду столько румяных вишенок, но листик не соглашался. Зачем бы не много вишенок, когда у него есть одна, его вишенка, самая лучшая в мире. Но вдруг счастье его оборвалось, и вишенка вдруг исчезла. И никто не мог сказать, куда она делась. Стояла холодная осенняя пара, и все листья с дерева уже давно улетели. Только один листик, старый, пожелтевший от горя, оставался на своей ветре. Он все еще сдал, что мы вишенок и вернулись. Что ты здесь высидишь? Убеждал я Ветер. Пойдем, погрузим. Может быть, и найдем. Ветер думал по себе, и они полетели. А ты взгляни в окно. Ты видишь, темные деревья лежат с отходов. И все, все одеваются в зиму. А эти наборы поодеваются. А вон там, видишь, кружится на ветру последний желтый лист. Да, это наш листик. Коша обновил. Он все еще ждет свою приженку. Мне кажется, что я схожу с ума. Днем грежу сном, во сне его не вижу. Иду, куда идти я не должна, чтоб только быть немножечко поближе. Подснежники, что в парке расцвели, я б для него безжалостно срывала. И оплак, что нежится вдали, ему стелила вместо покрывала. И самый первый изумрудный хмель из маленьких травинок придорожных, как черный кофе, приносила бы я в постель. Я сумасшедшая, а значит мне все можно. Дарья Рочева, трилогия «Скромность, глина и память». Посмотрите, как красиво у нас в комнате. Говорила с навес деревьев на улице. Посмотрите, как красиво на улице. Говорила она, уЫ ничего не видим. Говорила деревьев. Да-да, мы ничего не видим. Говорила комнатная мебель. division, ничего не видим, кроме тебя. Да-да, кроме тебя, Спасибо. Наша глина слишком впечатлительна, и каждый, кто прикасается к ней, оставляет мне холодильник. Ах, сапога, куда же ты ушел, сапога? Я не проживу без тебя и дня. Ах, копы. Это милая лошадиная копы. Я навсегда сохраню себе трубку. У них еще совсем не было опыта. У этих ростов не тронутых себе мокрые. И они никак не могли понять, куда же поделался тот человек, который так любил их хозяйку. Он ушел по своей черной размолвке и больше не приходил. Да. А Кудрик часто вспоминали. И другие, вроде ласкавшие, не могли заменить его теплых и добрых. А потом пришло известие о смерти. Об этом Кудрик рассказала маленькая, такая маленькая скрученность в свадьбе. АПЛОДИСМЕНТЫ В karşı uns усилием, все еще как-бирь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...